Меня зовут Ангелина Пойчек и разум с мной Игорь Липститц, профессор и доктор экономических наук. Игорь Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Игорь Владимирович, конечно же, хочу с вами обсудить самые главные экономические заявления, скажем так, которые прозвучали на экономическом Петербургском форуме от Путина, от других участников. Ну, мы с вами поняли, что Россия вошла в первую четверку стран по ВВП. Об этом лично заявил Путин, он сказал следующее. По некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, мы уже находимся на четвертом месте по размеру ВВП, по паритету покупательной способности и даже оказались впереди Японии. После этих слов прозвучали бурные аплодисменты в зале. А если пересчитывать показатели на душу населения, чтобы понять, как живут люди, на каком Россия будет месте? Ну, где-то примерно 64-65. Не на четвертой? Нет, упаси Господь, что Россия бедная страна, в которой живут бедные люди, тяжело живут и совсем нерадостно. Но вот как бы об этом президент старается не говорить. Он играет на показателях объемных, на величине территории, численности населения и огромности ВВП, которая простекает из того, что просто немножко подняли цены на нефть, и поэтому Россия опять немножко получила большую массу денежного дохода. И это пересчитали, получил, что она на четвертом месте. Но это все временные истории. Тонна на четвертом, тонна на шестом. Это все зависит от того, как пойдет цена. Ну вот сейчас Саудовская Аравия собирается увеличивать добычу. Глядишь, цены пойдут вниз, и Россия там четвертую, куда-нибудь на седьмую свалится. Все это совершенно ничего не значит. Важно то, что можно быть потрачено на обеспечение жизни населения. Это как раз ВВП на душу населения. Но эту цифру Путин старается обычно не упоминать. А если упоминает, то говорит, тут еще есть над чем поработать. Вот у него такое есть выражение. Тут есть над чем поработать. Зато Путин сказал о том, что они полностью покрыли потребление мяса. Что, мол, Россия превышает 80 килограмм на человека потребление. Так, это рекорд. Ну и, собственно, для сравнения, в мире это в среднем 42-43 килограмма на человека. И Россия полностью этот вопрос закрывает. Успех? Ну, в какой-то степени, да. Если учесть, что когда-то мы, в общем, мыкали горе в Советском Союзе с мясными продуктами. Но с тех пор, конечно, сельское хозяйство России ушло далеко. Вопрос только в том, что шло-то надалеко, когда Россия включила в международное разделение труда. Вошла в мировую агроиндустрию. За счет этого получила другие корма, другие лекарства. Лекарства для животных. Семя для семенения скота, другое импортное. За счет этого были достигнуты результаты. Но сейчас они пытаются выпилить Россию из мировой экономики под предлогом импортозамещения. Путин же провозгласил задачу сократить долю импорта до 17% в головом продукте. Значит, они пытаются все своими силами. Для сельского хозяйства России это огромная беда. И все эти прекрасные показатели, которые были достигнуты огромными трудами за счет интеграции в мировую агропромышленность, они могут быть быстро потеряны, если, что называется, Россия запьется сама на себя. Центробанк Эльвира Набиулина тоже на том же экономическом форуме заявил о том, что ставят они цель по инфляции в 4%. Это вызвало смех присутствующих. Чем вызван этот смех? Не поверили ей? Конечно, нет. Ну, то есть, все понимают, что это некая такая ритуальная фраза, но, в общем, смысла за ней никакого нет, потому что пока инфляция растет, и, собственно, сам Центробанк грозит повышением ключевой ставки именно потому, что инфляция растет. И это, конечно, всем понятно, всем ясно. И то, что она разглашает эту ритуальную фразу, выглядит уже настолько глупо, что, в общем, даже зал, как видите, начал над ней подсмеиваться. Ну, конечно, инфляция нарастает. Есть такая еженедельная статистика, которую делает сам Центробанк, и по ней видно, что инфляция не снижается, несмотря на повышение ключевой ставки, растет, и даже по всем таким объемным показателям в целом по экономике от 7%, о чем озабоченно Набиулина говорила год назад, уже подрастает под 9%, а на потребительской корзинке, судя по всему, уже двузначные цифры. Так что это, конечно, звучит очень смешно. Ну, а по поводу вот этой вот ключевой ставки, то есть Центробанк пока ее утвердил на уровне прежнем, да, на уровне 16%, но говорят о том, что может быть пересмотр этой ключевой ставки, ну, насколько, на 1, на 2% или даже больше? Ну, будет зависеть от того, как будет меняться инфляция. Пока картина такая, что население России очень испугано. Это очень забавно наблюдать. Они все рассказывают, как они себя хорошо чувствуют, как у них все славно во всех опросах, когда говорят. На самом деле испуган и пытаются успеть купить что-то, пока еще есть возможность, еще не цены не ушли за горизонт и за облака. Поэтому пытаются покупать. Отсюда безумная такая ажиотажная волна спроса на потребительском рынке России. Это гонит инфляцию. И Центробанк не может ничего сделать, потому что бюджет продолжает закачивать деньги военной промышленности и в армию, и военно-мобилизованных, а, соответственно, значит, Центробанк потом получает всплеск спроса на рынке, где товаров-то не прибавляется. Поэтому картина такая, что вот как минимум они, видимо, на один пункт поднимут, но если будет совсем нехорошо, то два. И это вызывает очень интересную картину. Уже внутри российского государственного аппарата идет очень сильная, ну как вам сказать, волна сопротивления Центробанка. Его обвиняют в том, что именно он стимулирует инфляцию, повышая ключевую ставку, что это именно Центробанк виноват в инфляции. Это я уже сегодня как раз читал такие материалы, откуда-то из недр государственного аппарата России. То есть тут идет такая ситуация невеселая. Экономика разрушается, и каждый пытается найти в госаппарате России крайнего, кто в этом виноват. Он сейчас пытается назначить крайним Центробанком на Биулину. А скажите, на Биулину не грозит отставка, если она будет дальше повышать вот эту вот ключевую ставку или нет? Она же специально удерживает? Ну, кстати, Путин мало чего понимает в экономике. Поэтому он боится что-то сильно там трогать, поэтому он боится менять там министра финансов, боится менять представителя Центробанка. Поменяешь на каких-то верных, но глупых, и получишь такую катастрофу, что у тебя самого сметет. Поэтому он, в общем, ничего в этом деле не понимает, старается особенно их не трогать. Поэтому, как видите, правительство поменяли, Набиулину осталось на месте. Ну, вот такие истории бывают. Я в свое время объяснял уже, что когда речь идет о деньгах, то даже самые грозные диктаторы довольно сильно боятся что-то трогать. И у Сталина, например, министр финансов, по-моему, что-то лет 20 был один и тот же. Вокруг всех сажали, репрессировали, а министра финансов не трогали, потому что боялся Сталин тронешь министра финансов, экономика развалится. И черт знает, что будет. Поэтому Набиулина, она как бы такой элемент привычной Путину стабильности. Поэтому вот была некая угроза, что ее снимут. Раз не сняли, то, видимо, Путин решил, что лучше не чипать лихо и оставить ее на месте. Ну, вот это где-то подтверждает информацию Bloomberg и The Economist. Они выпустили две большие статьи о главе Банка России. Набиулина одна из немногих в окружении Путина. Кто может говорить то, что Путину не нравится? Ну, и также прозвучала фраза, что Запад считает, после войны с ней можно будет иметь дело. Как можете так сказать? Ну, все может быть, понимаете. Вопрос состоит в том, что Россия, как территория, никуда не исчезнет, космос не улетит, да, и под Ледовитый океан не провалится. На этой территории останется много полезных КСКП, много населения. И при любой перемене власти нужно будет как-то устанавливать отношения с этой территорией. Нужны будут какие-то люди. Ну, так было, в общем, и в Германии. Если вы помните, там, в общем, нашли каких-то людей, которые были, так сказать, наименее замазаны нацистским режимом. И из них, как бы, создали временное правительство, временную администрацию Германии, из которой потом родилось правительство Федеративной Республики Германии. Тоже люди были не совсем с улицы взятые. Аденауэр, скажем, был, в общем, губернатором, мэром, насколько я помню, большого города. Но он был противником Гитлера, очутился в концлагере. Но когда нужно было восстанавливать Германию, то, что называется, именно его политика, который, с одной стороны, был на высоких постах, а с другой стороны, был некоторым образом все-таки в оппозиции, его поставили канцлером Германии. Ну, вот такие истории. Поэтому какие-то будут нужны люди на случай, когда начнется обрушение режима и возникнет угроза распада России на малые криминальные государства с ядерным оружием. Этого Запада боится еще больше. Также Набиулина сказала о том, что по их расчетам экономика уже, ну, Российская Федерация во втором квартале ожидает, что этот перегрев начнет уменьшаться. А что значит этот перегрев и какие основания так утверждать, что он начнет уменьшаться? Ну, смотрите, значит, история же какая. Значит, они перегрев фиксируют почему? Потому что они денег вливают много, товаров не прибавляется. Но, судя по всему, вот уже как бы экономика не может переварить огромные массы денег, которые направляются в военный цикл. И мы видим, что, в общем, рост производства прекратился. И поэтому, как бы, они, видимо, будут потихонечку пытаться сократить финансирование военного комплекса. Если удастся или нет, это гипотеза, которая Набиулина предполагает, что сбудется. Но это не факт. И они пытаются, опять же, оттянуть деньги населения в сбережения. Опять не факт, что получится. Мы видим, что есть некоторая реакция. Но тут сложная история. Кроме того, понятно, что, значит, будут постепенно отнимать деньги в население через разные платежи. И меньше денег пойдет на потребительский рынок. Вот сейчас, насколько я помню, в июле должно быть повышение цен на коммунальные и жилищные услуги. То есть население будет больше тратить на это. Меньше денег останется на покупку товаров. Немножко уменьшится давление на потребительский рынок. Но я думаю, что картина примерно такая. А вот с кредитованием что будет? Вот в случае той же повышения ставки. Ну, россияне пока активно кредитуются, потому что, в общем, опять же, есть такой термин у экономистов – инфляционные ожидания. Они у россиян сейчас очень большие, все пытаются максимально успеть что-то взять, взять ипотеку. И то мы видим, что начинается сжатие ипотеки, особенно той, которая не по льготным ставкам идет. И уже прогнозируется по итогу этого года падение ипотеки по рыночным ставкам чуть ли не на четверть, потому что уже слишком дорого становится. И тот, кто не может получить льготный, он уже начинает воздерживаться. Так что, ну, какая-то история идет. Конечно, люди пытаются взять кредиты, пока они еще не безумно дорогие. Но вот это как бы тоже непонятно. Потом все равно ты получаешь. Уже сегодня за кредит надо платить 18%. 18% – это значит, у тебя за 4 года удваивается стоимость товара, который ты взял. То есть, если ты взял на 5 лет, то за это время у тебя товар удваивается, и, соответственно, ты не можешь его оплатить. Так что в этом смысле, конечно, пока народ кредитуется, что делать? Особенно в микрокредитных организациях, потому что нужно же как-то выживать. Не всем же подняли зарплату. Многие так и зарплату и получают маленькую, поэтому, соответственно, идут и берут микрокредитных организаций. Поэтому, ну, как бы ситуация противоречивая. С одной стороны, дорогой кредит отпугивает. Люди предпочитают, может быть, не брать, что кредит, что-то не покупать. А с другой стороны, у многих зарплата невысокая, и они пытаются, наоборот, взять кредит, чтобы как-то продержаться. Правительство же видит проблему бедности. Они об этом торжественно говорят, обещают ее быстро решить, поднять там минимальную зарплату. Но эти все разговоры дают десятилетиями. И на самом деле особого улучшения жизни бедных так и не происходит. Они же даже так в этот раз при налоговой реформе так и не вывели доходы, малообеспеченных из-под налогообложения. Так ставилось. Ну, Игорь Владимирович, но с другой стороны, уже же сказали, пенсии поднимут. Не зарплаты, так вот вам пенсии. Такой финансовый подарок от Путина на петербургской этой конференции, на форуме. Не пенсии поднимут, а начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам. Потому что долгие годы, скажем, ваш покорный слуга ежемесячно получал зарплату, делали члены социальные страхования. Но мне говорят, что ты слишком богатый, потому что ты еще и работаешь, и пенсию получаешь, и тебе пенсию индексировать не положено. Вот они сейчас решились. Но это почему? Потому что некому работать в России стало. И последний резерв, который остался, это вернуть стариков на работу. Потому что молодых-то отправляют умирать. Их не так уж и много в России осталось. Поэтому решили стариков вернуть, и чтобы они пошли работать, им решили кинуть эту подачку, вернуть индексацию пенсии. Ну, вот это такая картина. Это тоже не от радости, а от счастья. Я читала, с 2016-го не индексировали в Российской Федерации пенсии. Я сказала, Биулина, вот Центробанки, как они сказали? Что они поднимают? У них есть возможность. Экономика растет. Доходы всех уровней бюджетной системы получают больше денег, чем закладывалось в трехлетнем бюджете. И вот мы индексируем пенсии. Вот так объяснили. Ну, знаете, много чего красивого говорится. На самом деле, когда мы смотрим статистику региональных бюджетов, то она совсем не такая веселая. Очень многие российские бюджеты региональные свелись с убытком, с падением. Причем по тени это было связано с сокращением налога на прибыль. И плохие результаты показали даже такие регионы, которые всегда были богатые, типа Западной Сибири, Якутия, где алмазы забывают. Вот они показали очень плохие результаты. Потому что у нефтяников отобрали прибыль, у нефтяников нестабильная ситуация. Поэтому региональные бюджеты, в общем, не в очень хорошем положении. И когда вы слушаете такие слова про прекрасные доходы и возможности, то обратите внимание, что параллельно вот у вас только что была в России страшная авария, трамвайная, да? И выступал, значит, глава местной администрации, говорит, что я могу сделать. У меня денег нет, у меня трамвай изношен на 78%, а денег их заменить у меня нет. Так что насчет того, что доходы всех уровней растут, и бюджеты, они все лопаются от денег, ну, это красивые сказки. Да, кстати, Игорь Владимирович, я когда читала эти новости, вспоминала ваши слова, вы тоже так говорили о лифтах, то есть это вопрос времени, когда нет запчастей, нет желания властей менять их, то мы тоже наверняка скоро услышим такие подобные истории. Напомню, что была новость, что в Кемерово столкнулись два трамвая, более ста человек получили травмы, один погиб, и местная власть так и сказала, что износ трамваев в городе достиг 90%, они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет. Я, кстати, еще удивилась, что можно об этом еще публично говорить кому-то там, тем более на уровне местных властей. Ирина, поймите простую вещь, в России же история очень простая. Каждый чиновник, с одной стороны, старается быть верноподанным, а с другой стороны, он себя пытается спасти. Поэтому он на каком-то своем уровне говорит правду, чтобы объяснить, что вот он все видит, он все старается улучшить, но вот у него возможности нет, чтобы каким-то образом подстелить соломку под себя. Поэтому каждый российский чиновник периодически проговаривается и выдает маленькую толику правды, а я вот собираю эти маленькие крупицы правды и, соответственно, поформирую некую более правдивую картину, чем дает официальная пропаганда. Поэтому каждый чиновник выскакивает с криком, у меня беда, вот обратите внимание, я вас вовремя предупреждал, если что-то ужасное рухнет, то вы меня не ругайте, я заранее предупреждал, но вы же мне не дали денег, я не виноват. Поэтому это всегда очень такая красивая, интересная ситуация, за ней любопытно наблюдать, как каждый чиновник периодически проговаривается. Точно. Ну, вы все о плохом, о плохом. Я опять о хорошем, о том, что говорит Путин, значит, в России рекордная низкая безработица. В апреле она составила всего 2,5%. Сейчас главный вопрос, говорит Путин, не где найти работу, а где найти кадры. Какие главные причины снижения безработицы, связаны ли они с этими успехами в российской экономике? Они связаны с несколькими причинами. Ну, во-первых, часть народу просто, что называется, отправили умирать, и они там и умерли. И теперь, соответственно, на производственные деятельности они не способны. Они способны только покоиться в мире, если только к ним мир придет за то, что они сделали. Часть людей уехала из России. При этом, значит, довольно малочисленное молодое поколение, просто в силу демографических причин, довольно многочисленное поколение, наоборот, пожилое, уходящее сейчас на пенсии. Поэтому, что называется, демографические проблемы России совсем не новые. О них давно ученые говорили, нужно было как-то эти проблемы решать. Собственно, какие-то попытки даже делали стимулировать рождаемость, но не очень. Многое это дало. Вот, в итоге, значит, мы видим ситуацию, когда просто возник острый дефицит, а те люди, которые, ну, как бы были в России, их откачали к себе военные предприятия, заняли. И теперь в экономике действительно безумный, тревожный, ненормальный уровень безработицы. Нулевая безработица – это полная катастрофа, потому что что такое даже 2,5%? Это безумно низкая безработица, это означает, что ты не можешь наращивать производство гражданской продукции, и ты не можешь построить новое предприятие, ты не можешь расширить действующие предприятия. Ты просто людей нигде не найдешь, это катастрофа для экономики. Так что эти 2,5% – это президент хвастается, а на самом деле это плохо. Вообще экономисты считают, что для экономики есть такая вещь, как естественно норма безработицы. Там можно спорить, какая она должна быть, но вот для России считалось, что где-то 4-5% – это нормально. Тогда экономика как-то может развиваться. А если 2,5%, то чека найти невозможно. И начинается проблема. А что делать? Привести новых работников тоже, как вы знаете, к этому отношению в России плохое. Деквалифицированных работников тоже найти не так легко за рубежом найти. Поэтому ситуация такая, что экономика как раз и уперлась в стену. Мощности исчерпаны. Загрузка мощностей на петербургском форуме, Греф проговорился, 81% загрузка мощностей. Это безумно высокая норма, ненормальная. Значит, соответственно, мощности загружены. Устроить новое предприятие – это сложно, потому что нет оборудования, санкций, нет людей. Значит, ну вот, соответственно, экономика вроде получает больше денег. А потратить эти деньги, получив больше массовых товаров, она не способна. Хочу еще попросить у вас объяснить вот эту тему по приватизации. Где тогда Путин разрешил Генпрокуратуре отбирать компании, которые приватизированы были еще в первой волне в 90-х. Там уже есть какой-то алгоритм. Говорят эксперты, что будут десятки компаний отжаты, скажем так. Даже уже не выдержал министр финансов Силуанов. Он сказал, есть ли права собственности, подлежат сомнению, про какой инвестклимат мы можем говорить. Объясните, пожалуйста, что будет происходить. То есть это ФСБ, прокуратура будет отжимать предприятия у бизнеса. Как это будет все работать? Вот слово «будет», оно неверное, к сожалению. Уже со страшной силы, уже более 180. Мы таких историй знаем. Причины находят разные. Одни говорят, вот неправильно провели приватизацию. Когда-то там в 90-х кто-то с кем-то не согласовал. И вы теперь должны отдать предприятию, даже если вы его уже из третьих рук купили. Или акции купили на фондовый рынок. Все равно мы вас отнимем. Это страшная история. Это же называется отъем собственности у добросовестного покупателя, который ни в чем не замешан, совершил свою сделку покупки совершенно легально. Но отнимают. Вторая там причина, что предприятие имеет стратегическое значение для оборонного комплекса. А вот вы этим им неправильно управляете. И генпрокурор говорит, вот мы видим, они неправильно управляют предприятием. Они сокращают его мощности. И тем самым они реализуют западные санкции на территории России. То есть практически уголовно наказуемая вражеско-диверсионная деятельность. Отнимем предприятие. И третий у них мотив появился, что предприятие поставляет продукцию в страны, являющиеся враждебными по отношению к Российской Федерации. Это позволяет довольно легко отнимать любые предприятия. А вот то, что Путин сказал на Петербургском форуме, якобы стараясь успокоить, он практически там изложил схему залоговых аукционов, назвал ее хищением. А это крупнейшие российские компании, это крупнейшие российские богачи. Они под определение Путина теперь попадают, как участники операции сделки хищения государственной собственности. И там, знаете, много чего вкусного можно вернуть обратно. Тем паче, что Минфин требует, чтобы прокуратура отнимала больше, чтобы потом можно было это перепродать и получить дополнительные доходы в бюджет. А что искусственного можно отобрать? Ой, там много чего. Там и нефтянка, там и порты, там, значит, в общем, какие-то активы Патанина можно отнять. Там Лукойл, знаете, тоже был тогда при проведении залоговых аукционов. В Википедии целый список предприятий. А там посмотрел, уже давно было, уже не все помню, посмотрел большой список. Там порядка 20 крупных компаний было крайне красиво из государственной собственности, переданной тем, кто присягнул на верность Ельцину и стал давать ему деньги. Так что в этом смысле все было очень запутано. А теперь Путин практически все это и сказал. Более того, он произнес совершенно ужасающую фразу. Он сказал, мы примем закон, который некоторых защитит от национализации. Закон для некоторых – это катастрофа, это антиправовая конструкция. Закон должен быть едином для всех. Но Путин, как вы знаете, юрист по образованию, сказал, что мы примем закон для некоторых. Это, конечно, потрясающая история. Поэтому я думаю, что сейчас очень многие крупные компании окажутся под ударом и будут изъяты в пользу государства, потом перепроданы, видимо, другим людям, более преданным президенту Путину. Я думаю, что картина такая будет. Вспомнила также, что появились в России государственные макароны. Отжали там и такое предприятие. И была информация, что юристы обжаловали решение о немедленной национализации и передаче актива под контроль Росимущества. А вот насколько, вероятно, будет реально обжаловать такие решения? Или вряд ли? Ну, пытаться обжаловать, конечно, можно, но вопрос только в том, каковы шансы на успех таких дел. Как вы знаете, российские суды, они же самые справедливые в мире, поэтому в них, конечно, заходить приятно, но выходить, как правило, приходится ни с чем. Поэтому, если есть команда сверху... Поэтому, кстати, владельцы МАХ, они, в общем, не стали даже особо спорить. Они, на самом деле, предложили, чтобы им обратно продали то, что у них только что отняли, они готовы заново покупать, заново отдав деньги. Ну, это реалии российской жизни. Ты думаешь, что ты попал в дом сумасшедших, но это называется Российской Федерацией. Также Путин сказал о том, что «Газпром» абсолютно может справиться с отказом стран от российского газа, отказа стран Европы. И также сказал о том, что Казахстан, собираются они туда пускать газ для обеспечения северных регионов страны, хоть и Казахстан сам может добывать газ. Как Путин собирается восстанавливать этот объем продаж, которые потеряны из-за полномасштабной войны в Украине? Скажите, насколько там печальной ситуации у них? Ну, ситуация печальная, потому что оценки говорят, что «Газпром» не может восстановить объемы даже за 10 лет. То, что он потерял в Европе. А другими стагнать ему некуда. Как видите, несмотря на все усилия Путина, проект «Сила Сибири-2» так и не подписан. Китайцы его так и не согласовали. Более того, китайцы, наоборот, предъявили требования, чтобы им газ продавали по ценам таким же, как внутри России, то есть субсидируемым. Ну, а что, они сейчас сильнее России, они диктуют свою волю. А Россия вынуждена утираться и низко кланяться. Возьмите хоть что-нибудь. Поэтому, конечно, картина такая, что газ девать некуда. И «Газпром» становится уже очень убыточной компанией. Вот по итогам, соответственно, 23-го года у них убытки. 629 миллиардов рублей, значит, в будущем году, соответственно, вот нынешнем, когда будет отчитываться в будущем году, то, судя по всему, мы ожидаем убытков в размере триллиона. И, видимо, придется датировать, субсидировать «Газпром», чтобы он мог как-то сводить концы с концами, снабжать газом российские города. Ну, в общем, угробили газовую индустрию. Сейчас гробят нефтяную промышленность, потому что у нее отнимают деньги для пополнения бюджета совершенно безжалостно. И картина становится, конечно, невеселой для нефтяной промышленности России. А если сейчас еще начнется с 26-го года снижение мировых цен на нефть, что возможно, поскольку саудиты обещали нарастить поставки нефти, то, в общем, с нефтяными доходами нефтяной промышленности России будет совсем плохо. Ну, вот, да, действительно, Китай называют главным рынком для российских компаний. Им придется по себестоимости отдавать газ? У них нет другого выхода? Ну, они готовы. Если бы им сейчас сказали, что мы вам подпишем контракт на «Силу Сибирь», я думаю, они пошли бы на любые цены. Но не подписывают китайцы. Более того, насколько мы знаем, китайцы сказали, что даже если они подпишут контракт, то они не дадут денег на строительство трубопроводов, и «Газпром» должен быть строить сам. Когда строили «Силу Сибири-1», то там Китай дал инвестиции, и был построен трубопровод, и потом с Китаем расплачивались поставками газа. А сейчас Китай даже не хочет давать деньги. Такой нежный друг, верный, преданный, несказанно, он даже не готов давать инвестиции. Говорит, стройте за свои деньги, еще и цены дайте нам, такие, как внутри России. Но они даже и это пока не подписывают, потому что Китай тоже не глупая страна. Отнюдь они не хотят иметь слишком большую долю поставок от одного поставщика. Ты слишком сильно зависишь от него. Это нехорошо. Это снижает устойчивость, снижает экономическую безопасность. Поэтому, в общем, девать газ особо некуда. Они сейчас пытаются запустить некую идею, проложить трубопровод в Пакистан. Но это очень не нравится Индии, второму крупнейшему покупателю, российских энергоресурсов, потому что Пакистан – страна враждебной Индии, и есть угроза, что если пойдет какой-то поток, соответственно, в Пакистан, то Индия в знак недовольства этим сократит закупки у России. Ну, такая вот у России сейчас картина. Вокруг одни друзья, один другого нежнее, только Талибан, особенно такой преданный друг. Да. И вот еще по поводу прогнозов, что говорит Путин, что за 6 лет Российская Федерация хочет войти в топ-10 мировых лидеров по научным разработкам. Государство увеличит расходы на научные исследования как минимум до 2% ВВП. Как вам такие планы? Ну, понимаете, рассказывать можно все, что угодно, но когда ты даешь много денег, то сначала надо понять, а кто эти деньги будет тратить, как у тебя с научными кадрами. А с научными кадрами в России довольно плоховато. Было еще даже до 2022 года. А после 2022 года многие научные кадры России покинули. И мы продолжаем наблюдать процесс разрушения российской науки. И чем это кончится, сказать сложно. И вообще-то российская наука довольно такая возрастная система. Так что тут сложно. А молодые стараются уезжать всеми возможными способами. Ну, уходить от армии, это тоже понятно. Получать место, где можно нормально заниматься. Потому что можно получить оборудование, можно участвовать. В конференциях российский живченый сейчас всего лишь он. Получить оборудование сложно. И раньше это было непросто. Сейчас еще сложнее, потому что санкции действуют. На научной конференции не поедешь. Обмен информации затруднен. Ну, в общем, тяжелая история. Поэтому, конечно, они наконец решили проснуться и дать больше денег на науку. Именно потому, что наука помирает. Но наука ничего другого не придумала для своего спасения. Как создать попечительский совет над Академией наук. И избрать Путина президентом этого попечительского совета. Вот самое научное решение Российской Академии наук. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное. Как всегда, простым языком о таких важных экономических понятиях. Спасибо вам огромное. Игорь Липсиц, профессор и доктор экономических наук. З нами был на связку. До новых встреч!